Художники, всем привет! Сегодня будем тестировать две супер крутых краски, при помощи которых получим идеально крутые оттенки. Это бирюзовая и золотисто-желтая. Наверняка вы никогда не смешивали их вместе, поэтому давайте будем смотреть, что же из этого получится. Итак, плюс к этим двум цветам мы еще будем проявлять их при помощи белил. Поэтому у меня здесь еще белило титановое. Давайте посмотрим, что же у нас в итоге получится. Обязательно будем всегда чистить кисть после каждого замеса. Итак, сначала смешаем эти две краски в равных пропорциях. У меня уже руки зеленые, все в бирюзе. Смешаем в двух, в одинаковых пропорциях. Один к одному, примерно. Посмотрим, какой цвет, интересно, насыщенный получится. Что-то такое, как бы ФЦ. Я здесь буду делать выкраску, чтобы вы могли смотреть. Итак, первый наш цвет. Смотрите, какой интересный. Зеленый какой-то получился. Вообще, две этих краски, золотисто-желтая, она очень яркая, очень насыщенная. Плюс и бирюзовая, тоже очень яркая краска. Смотрите, какой красивый получился благородный зеленый цвет. Очень здорово. Теперь здесь, конечно же, у нас все дело в пропорциях. Смотря в каких пропорциях мы замешиваем эти две красочки, такие оттенки у нас и получаются. Сейчас я добавляю чуть больше золотисто-желтый. Получается более мягкий, зеленый оттенок. Если немножко его разбелить, то вот он такой получается. Вот он оттенок, вот этот вот в чистом виде. Если его взять в более тонкий слой при помощи разбавителя, я надеюсь, вам все видно. Смотрите, какой красивый зеленый цвет. Очень крутой. Вот при помощи золотисто-желтой и синих ультрамаринов, и еще какие-то с ней синие-зеленые цвета и оттеночки смешивать, то получаются просто невероятные цвета. За счет того, что она такая звонкая. И вот эта вот звонкость ее в цвете, она прям присуща ей как номер один. И очень-очень проявляется в замесе благородным образом. Смотрите, какой я сейчас добавила в этот же замес. Не забываем, что здесь у меня обязательно есть бирюзовая. В маленьком количестве, но тем не менее. Смотрите, какой красивый получился желтый, желто-зеленый оттеночек. Просто превосходный, я считаю. Дальше поехали. Еще больше добавляем. Мы сейчас будем проявлять. Здесь все-таки есть у нас, да, есть оттеночек. Оттеночек бирюзы. Ну и вот примерно такой же цвет. Здесь он уже практически золотисто-желтый, но тем не менее не в чистом виде, друзья. Он не в чистом виде. Он немножко все-таки завуалирован вот именно бирюзой. Потому что вот если мы его... Давайте сделаем выкраску в чистом виде. Друзья, вот я сейчас возьму. Рядом прям вот бомбанем. Ой, у меня тут уже просто кисть грязная, друзья. У меня тут грязная кисть и все. Походу нам не найти чистого оттеночка. Но вот такой вот. Видите, да, вот что они две разные. Все-таки здесь в зелененький немножко уходит. И вот в чистом виде, смотрите, вот он звонкий, ухристый оттеночек красивый. Вот такой вот он. Вот такой красивый, звонкий оттенок. Прекрасная краска. Советую всем ее купить. Я пользуюсь ей не так часто. Потому что если ей пользоваться, работа сразу такая вся сочная, яркая, насыщенная получается. Поэтому мне иногда нравятся более приглушенные цвета. Итак, в этот замес сейчас я добавляю больше бирюзы. В чистом виде мы уже тут бирюзу, конечно же, не увидим. Но получим красивый оттеночек. Так, он у нас примерно похож вот на этот. Значит, нам чуть больше бирюзы нужно добавить. Друзья, смотрите, сколько мы оттенков нашли. Но, тем не менее, мы еще их не проявляли за счет белил. Смотрите, здесь уже бирюза, она практически. Но она, тем не менее, не в чистом виде мы ее здесь видим. Мы ее здесь видим все-таки не в чистом виде. Потому что вот эта вот звонкость оттенок, она все-таки передается в этот замес. И мы бирюзу, она все-таки не в чистом виде здесь. Смотрите, какой красивый, зеленый, насыщенный, такой травяной майская какая-то зелень. Ну, не майская зелень, да, уже, наверное, июльская зелень. Но, тем не менее, насыщенная. После дождя, когда на листочке и на травку, на поля накапал дождь, все цвета промылись, прочистились и стали красивыми. Итак, дальше поехали. Очень интересные две краски, друзья. Кто ими не пользовался, обязательно приобретите. Вообще, в замесе очень ведут себя хорошо. Я, кстати, сойку писала на бирюзовом фоне. Там использовала, по-моему, не этот цвет, но, тем не менее. Не золотистую желтую, по-моему, охру желтую. Теперь еще будут интереснее наши цвета за счет того, что мы соединим их с белилами. Посмотрите, какая красотища получается. Просто обол... Вот кто любит писать пейзажи, кто у меня в подписчиках пейзажисты, вам просто номер один нужно срочно покупать эти две краски, чтобы они были в вашем арсенале. Посмотрите, какой красивый, нежно-зеленый оттенок. Просто обалденный. Если сюда чуть-чуть добавим больше золотисто-желтый, получится вот такой вот красивый. Я сейчас здесь, конечно, градации от одного цвета к другому, они еще можно их размножить до 50 оттенков. Я сейчас здесь максимально по самым значимым крупным оттенкам прохожусь, смешивая их в таких больших пропорциях. Если, например, чуть-чуть посмешивать, подобавлять вот эти две краски, еще меньше. Но я здесь больше уже беру, чтобы вам максимально самые крутые явные оттенки показать. Смотрите, какой цвет, друзья, просто вау, обалденный. Они различные, да, видите, что этот чуть больше охристый, этот более зеленый, уходит в бирюзу. Но, тем не менее, цвета обалденные. За счет белил. Сейчас мы попробуем подобавлять, ну, чуть-чуть еще больше белил добавим. Давайте посмотрим, что у нас тоже получится. Красивый, нежный, смотрите, какой охразеленый оттеночек. Подойдет для написания белых каких-нибудь в пейзаже что-нибудь светлого. А что там может быть такого светлого? Я вот не пишу пейзажа, но что-то может быть. Смотрите, какой классный, друзья, вау, вау, вау. Просто супер. Смотрите, да, он очень сильно отличается от этих других оттенков. Но, тем не менее, какой он потрясающий. Нежный такой, благородный. Ну, вот просто вообще изюминка на нашей сегодняшней палитре. Еще больше добавляю в этот оттенок. Но не забываем, что здесь у нас не одна золотистая желтая. Здесь у нас в этом замесе, прийму, и есть бирюзовый. Ну, и, конечно же, если еще больше белил добавить, то получается прям совсем такой нежнейший, светлый. Я вот даже не знаю, что это. Боже мой, это какая-то уже слоновая кость у нас пошла, друзья. Слоновая натуральная кость. Посмотрите. Это зелено-слоновая кость. Ну, вообще нежнейший оттенок. Просто нежнейший. Я уверена, что вы в эти оттенки влюбитесь. Теперь давайте чуть больше бирюзы добавим. Конечно же, здесь потрясающие такие получаются. Сине-зеленые оттенки. Посмотрите. Нежные. Потрясающие. Сине-зелененькие. Зелена получается. Обалденно. Подойдет, друзья, для написания вообще всего. Не только пейзажи. Конечно же, не только пейзажи. Я, например, писала зайца при помощи золотисто-желтого. У меня есть мастер-класс. И, кстати, он есть на ютубе. Я там писала зайца при помощи зайца. И в зайце, и в фоне использовала эту золотисто-желтую. И получилась такая потрясающая по цвету. Золотистая работа. Заяц вообще великолепный получился. Ну и, конечно же, если добавлю больше еще белил, то получится вот такой вот нежнейший фисташковый цвет. Друзья, вау, вау, вау. Я вот, если честно, даже сама не делала с двумя этими красками выкраску. Конкретно не занималась этим. Потому что я в основном все это изучаю в процессе живописи, в процессе работы. Но, тем не менее, смотрите, просто фисташ получился. Обалденно. Все оттеночки очень разные. Очень колоритные. Какие они красивые. Просто невероятные. Я думаю, что всем они понравятся. Я обожаю вот эти вот все цвета. Я уже очень давно все это надыбала. Все это запомнила. Все это нащупала, так сказать. Потому что живопись это про чувства. Поэтому нужно чувствовать цвета. Нужно чувствовать оттеночки. Ну и мы здесь подошли до самого светлого. Конечно же, если добавлять тут больше плюс-минус. Еще можно разных оттеночков. Посмотрите. Вот бесконечное количество. Еще такой зелененький. Такой зелененький. Сюда побольше охры добавить. Будет другой зелененький. Очень-очень красивые цвета и оттеночки. Сюда больше белил охры. В разных пропорциях, когда смешиваем краски, получаются прекрасные результаты. Вот такой вот зелененький. Смотрите. У нас такого еще нет. И какой он потрясающий. Вау-вау. Для пейзажей. Да и не только, конечно же. Для пейзажей, для фонов. Прекрасно подойдут эти наши цвета и оттеночки. Поэтому, кто еще у кого таких нет. Кто не пользовался. Обязательно берите себе в обиход. Пользуйтесь. Покупайте эти цвета, оттеночки. Они замечательные. Вообще, бирюзовая, она дружит практически со всеми цветами. Практически со всеми. Но ей нужно уметь тоже пользоваться. Тоже уметь пользоваться. Ну, чуть-чуть побольше бирюзу сюда добавляю. Он такой, да. Но потемнее получается. Ей нужно уметь пользоваться. Достаточно такой насыщенный. Яркий цвет. Да, вот. И золотисто-желтая. Она яркая. И бирюза яркая. Поэтому ими тоже нужно научиться пользоваться. Посмотрите, сколько оттенков мы с вами здесь сегодня нашли. Просто потрясающее количество. Конечно же, не можем пройти мимо них, не попробовав. Я уверена, что вы в следующий раз, когда пойдете в магазин, обязательно приобретете эти красочки. Ну, бирюзовая, в принципе, у всех есть. А вот золотисто-желтая, уверена, что у многих нет. Поэтому она смешивается прекрасно с любым ультрамарином. Она смешивается с любыми цветами. Также и с умброй, и с красными. Ну, вот со всеми. И получается прекрасная вот такая вот у нас выкраска. Друзья, смотрите, сколько разных классных цветов. И нежных, и более звонких, и более ярких, и более зеленых, и менее зеленых, и более благородно зеленых, желто-зеленых. Цветов мы получили при помощи всего лишь двух красок. Поэтому, друзья, если вы будете пользоваться этими цветами, я буду за вас очень рада. Поэтому только вперед, у вас все будет круто. И вы обязательно научитесь чувствовать цвета, понимать их, определять, запоминать. И, конечно же, писать при помощи них и оттенков различных. Классные, крутые, перспективные, вдохновляющие, талантливые работы. Поэтому всем огромное спасибо за сегодняшний просмотр этого видео. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в новых видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok